Деньги это не главное. На самом деле деньги, ну как сказать, деньги это точно один из главнейших факторов жизни любого человека, потому что деньги это ваша жизнь. Допустим вы миллионер, или вы допустим просто выживаете. Есть человек допустим получает 20 тысяч, живет в каком-нибудь регионе, у него допустим двое детей, жена, семья, ипотека, еще там огород, еще родственник, еще у кого-то проблемы. Ну как ему жить, это же просто, это не жизнь уже будет. Это он будет просто всю жизнь как белка в колесе крутиться, он будет искать дополнительные заработки, квалификацию будет свою повышать, ничего не будет получаться, потому что его будет еще жена пилить, дети будут пилить, родственники будут что-то звонить, у самого что-то болит, здоровье допустим не позволяет ему работать. И что, все, человек уже в этой кабале, крутится как белка в колесе, это уже не жизнь. А просто представьте, если деньги у вас есть. Машина, покупайте машину, какую хотите, катайтесь. Окружение, вы можете сами выбирать, к вам уже сами будут тянуться люди, вы уже сами можете как-то уже выбирать людей, с которыми общаться, можете отсеивать. Это вы будете выбирать, это вы уже с позиции сверху находитесь, когда вы богатый. Я не являюсь богатым, конечно, но как бы я понимаю, я слышал много историй, как бы богатых людей, которые добились этажа. Уже они выбирают, какую машину, окружение, куда они поедут, как они организуют свою жизнь, где они там будут путешествовать, питаются лучше, за здоровьем следят лучше, врачи лучше обслуживают, все лучше. Почему деньги не главное? Деньги – это уровень жизни, деньги – это вообще жизнь. Как человек одет, свою внешность просто преобразится, какую-то классную дорогую одежду купить, просто выглядеть, чтобы люди тебя видели, чтобы ты просто кайфовали с твоего внешнего вида. Это же просто такая пассивная доминация. Хочется же таким быть? Хочется. Наверное, каждому человеку хочется таким быть. Это его внутреннее желание, как бы разбогатеть, быть успешным, чтобы была слава, чтобы все на него смотрели, чтобы все восхищались или на нее. Это просто обычные человеческие желания, и не нужно как бы себе в этом стесняться. Это просто правда, и нужно к этому стремиться. И не нужно там слушать людей, допустим, которые говорят, что деньги – это не главное. Потому что зачастую те, кто говорят, у них-то с деньгами полный порядок. Их финансовое положение вообще шикарное. Но деньги – это не главное. Забавно получается. Это же прошивка, точнее программа на бедность. Типа деньги – не главное, помогай другим, крутись, вертись. Вот там, помогай родственникам, помогай еще там. Ну, это же просто прошивка на бедность. Все, человек будет крутиться, вертеться на складах, там работает на каких-то обычных работах, на заводах по 12 часов, будет какой-то фигней заниматься. Не то, что фигней. Ну, потом будет после работы бухать, еще, не дай бог, он будет изменять. Все, он уже в этом колесе крутится, он не развивается, его еще будут манипулировать, какие-то паразиты, окружение плохое, алкаши, не дай бог, еще с людьми свяжутся, которые вещества употребляют. И все, жизнь пошла просто в тар-тарары. И потом… И самое обидное, наверное, это то, что этому человеку никто не поможет с этого дна выбраться. Что-то я не вижу то, что типа бомжам кто-то помогал. Вот, допустим, мы идем, и видим бомжа в переходе сидит, или там какая-то женщина, мужчина с коляской, такие просто… Они даже разговаривать не могут, у них какая-то непонятная речь, от них воняет, они вообще выглядят неопрятно. Не хочется, хочется просто мимо быстро пройти и забыть все. Это вообще не существует, не хочется это видеть. А какой помощи? Говорит, мы даже смотреть, вот многие люди просто смотреть туда противно. Это противно для психики. Хочется видеть что-то хорошее, что-то красивое, что-то необычное, что-то новое. Ну, в общем, как-то так, друзья. Подобное аудио сообщение выходит на моем телеграм-канале почти каждый день. Приглашаю вас к себе, обещаю, будет интересно. Продолжение следует...